Не только в школе Ваня ждёт, когда же наконец наступит большая перемена. Она нужна его семье. Когда они с мамой возвращаются домой, кажется, будто вся родня приехала в гости. И вроде бы трёхкомнатная, да только из-за метраж этой квартире можно ставить тройку. Во время съёмок на работе были ещё папа и дедушка. Живут здесь восемь человек. Здесь мы с мужем маленькая комната. Там младшая дочка и следующая. Сейчас Ваня наверху, Матвей, родители, Вера, естественно, маленькая кровать. Не расстроиваетесь. Мама, а чего ты расстроишь? Ну, порой, конечно, дети мешают. Но выходим из этой ситуации, как-то закрываем в одной комнате. Даём возможность с Ваней позаниматься. 11-летний Ваня инвалид по зрению, различает только вспышки света. И пока младший строит свой дом, пытается заниматься музыкой. И делать уроки. Мальчику купили маленький стол, чтобы домашнюю парту можно было передвигать из гостиной в спальню и обратно. Не то, что комнаты своего уголка у слабовидящего ребёнка никогда и не было. Брайлевская книжка, вот она, занимает очень много книжек. Чтобы для сравнения... Сейчас пока я буду... Книжка забрать. Книжка по плоскам на весь год, допустим, да, Человек и мир. А вот таких нужно 6 книг. Места, конечно, очень мало. Многодетная семья. Вот, у нас порядки 3 очереди. Матвей требует дом. Да, Матвей требует дом. Матвею мало места. Вот, но мы очень надеемся, что хоть по какой-нибудь очереди у нас будут подвижки. С 2011-го они стоят в очереди на улучшение жилищных условий, как семья с ребёнком-инвалидом. Казалось бы, под номером 9, но под этой девяткой их фамилия уже который год. Теперь же ситуация как минимум для трёх поколений этого семейства изменится. После подписания указа о господдержке при строительстве или приобретении жилых помещений их статус в очереди приравняют к многодетным с четырьмя и более детьми. На каждой семье есть так называемая карточка, да, и в карточке этой семьи будет прописан вот её такой статус. Просто в эти карточки внесутся изменения, и автоматически программа выстроит вот эту очередь. Кто чуть вперёд, кто чуть-чуть, ну, позже уже. Изменения направлены на то, чтобы те, кто действительно нуждается в дополнительных квадратных метрах, получили их быстрее и дешевле. Другими словами, помогут построиться или купить жильё тем, кому не справиться без господдержки. На этой теме отдельно останавливались на республиканском семинаре совещаний по развитию строительной отрасли. Как отметил президент, с общей очередью в стране в целом разобрались. Однако многодетных семей в списках нуждающихся становится всё больше. За два года на восемь с половиной тысяч. Александр Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу, чтобы каждая многодетная семья в Беларуси была уверена, что получит жильё в течение одного года. Я рисую большой дом. Многодетная семья из Черикова о расширении жилплощади всерьёз задумалась, когда родился пятый ребёнок — Рома. Только романов финансовых с банками побаивались. Доход Исаковых, зарплата главы семейства, он работает водителем, плюс пособие на младшего — не разгуляешься. Теперь же, когда можно рассчитывать на госпомощь в выплатах, кредитные предложения стали вполне реальными цифрами. Чтобы было где поиграть и старшеньким, и младшеньким, и где-то свой уголочек им был. На дополнительную поддержку Исаковы рассчитывают по тому, как хотят строиться и работают в юго-восточном регионе Могилёвской области. Если все кирпичики сложатся, субсидия на уплату процентов по коммерческим кредитам подрастёт на 4%. Но почему отдельные бонусы получит именно этот край? Преференции для местности закреплены на законодательном уровне. До 2020-го в регионе должны появиться новые производства, а бизнес здесь развивается с учётом финансовых послаблений. Но с господдержкой улучшить свои жилищные условия смогут, конечно, не только в Могилёвской области. К примеру, семьи с детьми-инвалидами получат субсидию на погашение половины долга по коммерческому кредиту на квартиру. Также списанием 50% банковского займа помогут и детям-сиротам. При этом с 1 марта получить помощь на строительство не смогут трудоспособные белорусы, не занятые в экономике. Однако и здесь будет существенная оговорка. Государственная поддержка при строительстве жилья не будет оказываться только тем семьям, где все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике. При этом указом предусмотрена возможность для трудоспособных членов семьи стать занятыми в экономике. Есть определённая схема. В течение определённых месяцев они должны доказать, показать то, что они работают. И в такой ситуации господдержка будет оказана. Новые нормы прописаны в указе о долевом строительстве. Документ также подписан сегодня. В частности, у многодетных семей будет преимущественное право на долевое строительство одноквартирных жилых домов. И, кстати, сам типовой договор на возведённые квадраты тоже может измениться. В любом случае, перспективы въехать в свой дом для всех наших героев уже стали совсем неподвешенными. Ольга Асачья, Елена Соловьёва, Сергей Козлович, Владимир Недобоев, Сергей Вяль и Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.